здравствуйте сегодня мы говорим о грампластинках значит у меня есть другой канал на котором я выкладываю ремонтированные оцифровки старых грампластинок но в общем поговорить о пластинках я считаю правильно на этом канале который посвящен всякой старой руки и начнем мы с вами вот такого вот альбом чека значит этот альбомчик использовался для хранения пластинок размером 30 сантиметров эти пластинки на 78 оборотов вот сейчас мы достанем одну такую пластиночку и померяем ее размер 78 оборотов 30 сантиметров как видите на таких пластинках как правило записывалась классическая музыка иногда использовались две стороны для записи больших произведений поскольку время записи на таких грампластинках был так достаточно маленькая но вот эта грампластинка например с записью песни стенка разин который исполняет донской казачий хор под руководством сергея жарова этот хор жил и работал в сша состоял значит из певцов которые убежали из россии после гражданской войны вместе с врангелем по-моему так но здесь есть еще и другие пластинки я не буду вас утомлять как в распаковках демонстрации всех этих пластинках но из этой серии я подобрал несколько других пластинок которые сейчас вам и не покажу вот сейчас я возьму тяжеленный другой альбом тоже с грампластинками размера 30 сантиметров на 78 оборотов я здесь сделал закладочки чтобы показать вам нечто другое значит мы вот так быстренько пролистаем дойдем до нужной грампластинки который я витя флажком отметил ты мы на нее посмотрим значит это грампластинка выпущена во франции и здесь записан федор шаляпин если значит может не очень хорошо видно значит здесь написано как теодор шаляпин россии бас значит он исполняет арии из из оперы садко вот песня варяжского гостя но здесь написано песни викинга но я думаю это одно и то же еще сейчас мы посмотрим еще один альбом с такими большими пластинками где я для вас подобрал тоже парочку достаточно любопытных пластинок вот я еще один подобрал тоже такой тяжелый альбом с пластинками 30 сантиметровыми на 78 оборотов тяжелые пластинки надо сказать не чита нынешнему винилу и тоже для вас сделал здесь несколько закладочек начните здесь в основном опять классика вот тангейзер вагнера и прочее значит часть пластинок английские часть пластинок немецкие часть пластинок французские собственно говоря мы идем к пластинке виктор вот это старая старая гранд пластинка вот виктор значит я предполагаю что это акустическая запись сделана в сша но я еще с годом производства не разбирался но вот что интересно пластинка односторонние то есть другой стороны ничего нету ранние грамм пластинки выпускались именно с записью с одной стороны вот такие вот были интересные дела а вот еще мне попалась тоже такая пластинка забавная вот вот эта пластинка безе кармен производства граммофон германия написано по-немецки вот обратите внимание с этой стороны у нас граммофон а вот с этой стороны у нас полидор хотя по сути полидор это и есть немецкий граммофон но само по себе достаточно любопытно что этикетки оказались на пластинках с двух сторон различные значит более того вот с этой стороны есть указание на год выпуска но я сейчас не вижу мне кажется двадцать восьмой год но то с этой стороны указание на год выпуска я не вижу вот такая вот интересная пластинка вот мы сейчас это уберем и пойдем дальше поговорим о вещах связанных с размерами пластинок вот с пластинками 30 сантиметров мы уже познакомились посмотрим какие еще размеры выпускались и так про размеры грамм пластинок на 78 оборотов и не только значит самый популярный размер грамм пластинок на 78 оборотов был вот такой значит размер его 25 сантиметров как вы видите ну так как привыкли все называть в дюймах но раньше так не привыкли а раньше так называли дюймах то размер 10 дюймов вот такие грамм пластинки на 78 оборотов этот формат был наверное наиболее популярный который выпускался на рынке помимо этого были еще грамм пластинки на 8 дюймов это миньоны того времени значит вот 20 сантиметров а вот это чуть чуть больше но она тоже как бы относится к категории 8 дюймов вот если мы их положим вы увидите что есть очень небольшая такая разница между этими двумя размерами пластинки на 8 дюймов а еще мне попалась такая крайне интересная игра пластинка забавная такая вот я первый раз видел такие вот маленькие пластиночки нестандартного размера тоже на 78 оборотов которые вот эти 15 сантиметров дюйма сейчас не буду пересчитывать вот такая вот забавная пластинка а еще у нас с вами мы не можем пройти мимо патте грамм пластинки патте потому что он был один из как бы столпов основателей грамм записи вот его пластинки имели разные нестандартные размеры вот это вот пластинка видите почти 29 мы будем считать 29 сантиметров хотя он выпускал и диски гиганты до 14 дюймов размером характерной особенностью их было что обратите внимание значит этикетка не наклеена она выгравирована на пластинки и внутри залита краска вот такие грамм пластинки патте я на своем канале сделал попытку оцифровки к этой грамм пластинки вот но к сожалению у меня нету иглы которая для них нужна на 8 милов я делал обычной иглой но уж как получилось кто желает может послушать на другом канале а что еще можно сказать про эти забавные грамм пластинки ну вот эти вот грамм пластинки всем известны и нынешние все грамм пластинки они имеют горизонтальную модуляцию дорожки то есть вот так вот двигается иголка и воспроизводится звук именно поэтому мембраны паттефонов установлены вертикально кстати слово паттефон происходит от патте хотя у него была несколько другая конструкция и более позднее производились пластинки и современные просто все производятся с горизонтальной модуляции канавки значит пластинках паттефон используется вертикальная модуляция канавки то есть игла ходит вот так поэтому если вы возьмете граммофон паттефон у него мембрана расположена вот так параллельно пластинки какая еще есть особенность этих пластинок значит мы уже привыкли к тому что пластинка начинается снаружи и двигается к центру проигрывания пластинка паттефон ситуация несколько другая значит пластинка начинается изнутри и двигается снаружи меня спрашивали а что будет когда он дойдет до конца ну тут конце есть вот такая кольцевая глубокая канавка в которой собственно и попадает игла тихо не выскакивает пластинки вот так что это все на самом деле предусмотрен теперь мы посмотрим еще и другие некоторые глава пластинки уже более современные с другими размерами вот я тут припас несколько пластинок значит это ранние пластинки на 33 оборота вот обратите внимание что размер этих ранних грамм пластинок был такой же как и старых на 78 оборотах то есть они были 8-дюймовые позднее стали выпускать грамм пластинки из 7-дюймового формата вот она у меня вот такая пластинка 7-дюймовый формат это уже тоже современная пластинка и такие же в этом же формате стали выпускать синглы так называемые синглы на 45 оборотов вот они отличались с тем что у них видите в середине была такая большая дырка использовались они в музыкальных автоматах туда можно было бросить денежку выбрать номер записи и послушать песенки разные вот у меня здесь шарльз наур вот исполняет разные песни я честно говоря даже удивляюсь что она пластинки записано по две композиции с каждой стороны вот здесь написано скорость 45 оборотов но записано по две композиции хотя обычно записывали по одной композиции в конце мы ну не в конце сейчас мы чтобы закончить тему с такими обычными грамм пластинками вспомним уже про современные грамм пластинки которые привыкли называть винилом вот это классическая грамм пластинка на 33 оборота размером 30 сантиметров на 33 оборота называют ее lp long play то есть долгоиграющая пластинка в переводе на русский язык и были еще вот такие пластинки видите здесь это фирма дека здесь написано medium play то есть mp откровенно говоря значит это значит получается недолгоиграющая а среднеиграющая если так вот по аналогии перевести это пластиночка 25 сантиметров стандартные в ссср выпускалось много таких пластинок как правило они были моно пластинки а lp уже выпускались в серию формате так не можем мы пройти мимо грамм пластинок гибких и не просто гибких грамм пластинок а вот у меня есть такая вот коллекция журналов кругозор которые выпускались в ссср в разные годы у меня так сказать это только часть моей коллекции кстати в интернете насколько я знаю есть сайт где люди сделали фотографии и сделали оцифровку изображения оцифровку пластинок которые были в этих журналах вот здесь использовались так называемые гибкие грамм пластинки они выпускались отдельно с различными композициями у меня такие пластинки есть вот шестьдесят восьмой год девятый десятый номер одиннадцатый номер вот тут еще чего то так если наугадку семидесятый год вот здесь пластиночки синенькие еще семидесятый год у меня их много разных третий семидесятый год видите красненькие они были разноцветные пластинки достаточно интересно как правило здесь вначале были какие-то общество политические записи вот публицистические там детские ну и иногда даже в конце публиковали какую-то зарубежную эстраду вот видите вот давайте посмотрим что у нас здесь в конце здесь у нас конце скрининки ну и так далее здесь можно эти журналы перебирать если кто хочет может найти в интернете сайт я к этому сайту не имею никакого отношения просто мне понравилось что люди проделали такую большую и интересную работу ну и дальше наверно это будет на сегодня последнее потому что у меня много пластинок лежат еще пока не разобранные и обложек поэтому на сегодня это последнее вот посмотрим где такие два таких пакетика у меня валяется вот эти пакетик от индийского чая надо старый даже не знаю сорт высший да так не знаю мост развесочная фабрика имени ленина ага это наверное еще пакетик сохранился советских времен я так предполагаю значит вот такая вот история смотрите это вот такие вот пластиночки на 33 оборота вот разные вот такие выпускались в ссср забавные грамм пластиночки вот написано долгоиграющая долгоиграющая бабушка исполняет валентина толкунова 33 1 3 обороты еще какой-нибудь возьмем шутка в исполнении людмилы сенчиной рыбка золотая исполняет шахновский здесь у нас что у меня инструментальный ансамбль самоцветы вот такие вот выпускались очень оригинальные пластинки и слушать их надо было на проигрывателя без автостопа иначе значит они очень маленькие автостоп срабатывал раньше чем эта пластинка проигрывалась ты сам не знаю что у меня тут еще такой вот видите такие подарочные в конвертиках вот написано значит цена с пластинкой 15 копеек т.о.р. 66 80 80 год издание театральной фабрики вт.о. да ну вот видите эти грамм пластинки выпускала фабрика вт.о. здесь написано 30 оборотов проигрывать при выключенном автостопе издание вт.о. вот такая еще одна что у нас тут танец на барабоне исполнение гнатюка вот и еще такая пластиночка тоже сохранилась с упаковочкой так до свидания москва лещенко и анциферова да это олимпиада уже было так и значит мы их убираем пока и еще у меня вот такая вот здесь вот такие серии потанцуем друзья выпускались такие серии у меня по моему есть нескольки серий но к сожалению не все а может быть и частью в общем то с одной стороны для коллекционера важно чтобы было все а другой стороны все что есть на свете купить невозможно значит что это такое за пластинки значит это 3 серия 1 рубль 50 копеек значит только при выключенном автостопе 33 оборота ну и так далее вот значит здесь у нас танцы танцы значит 3 серия танцев не помню какой год выпуска этой потому что чуть-чуть внутри нас есть тут ничего интересного просто картонка и листочек какой-то я не помню какой год но они выпускались разные годы в том числе в начале 60-х там уже видите это коллекция у меня она не полная вот есть у меня вначале лежит пустой конвертик испанский вальск а дальше идет вот сердечная песенка вот здесь видите ноты здесь можно под это танцевать у меня тут еще я так понимаю и другие есть серии они лежат здесь потанцуем друзья песни о танцах каблучки вот вот здесь да да я вспомнил вот здесь даже показывают в этой серии показано как танцевать этот танец видите даже подробно расписано на каком такте что надо делать видишь то же самое здесь это тоже другая серия пластинок просто не мне оказались в одной коробочке сейчас посмотрим а 65-й год значит вот эта серия тоже выпускал театральная фабрика в т.о. москва проспект маркса 20 типографии мгл и тоже здесь у нас с вами видите танго ну танго маленькое описание вот есть вальс вот пертутти танец пертутти вот здесь вот видите тоже написано как надо танцевать танец пертутти и подробно написано как это делается вот такие вот хорошее название айлюли смотрите танец айлюли тоже видите как более того даже есть у нас и текст можно заодно и подпить вот видите но это забавная вещь я когда-нибудь на своем другом канале обязательно цифрую эти все пластиночки и обязательно сделаю сканы всех обложек чтобы и ноты были все у нас звездочка стрела тут некоторые не смотри перепутан стрелили звездочка быстрый фокстрот здесь в порту кардинас это видите какая-то некоторые путаница идет в обложках но это не главное ну на этом наверное сегодня все если я откопаю что-нибудь новенькое из области грампластинок я обязательно вам покажу спасибо за внимание до свидания